Добрый день, уважаемые товарищи и участники нашей конференции. Я хочу начать свое выступление с небольшого исторического экскурса. Наша партия и все народно-патриотические силы сейчас готовятся активно к столетию Великого Октября. Подтвердили, что в наших мероприятиях в первой декаде ноября примут участие более 150 делегаций из абсолютного большинства стран мира. Эта программа утверждена и я активно приглашаю всех добрых людей принять участие в этой подготовке. Уже через неделю в Минске состоится большой конгресс, большой форум тех, кто разделяет идеи справедливости и дружбы народов. Я на прошлой неделе вел переговоры с президентом Лукашенко. Договорились, что мы там встретимся, а у них создан уникальный музей, посвященный Великой Отечественной войне. А Братская Белоруссия потеряла каждого четвертого в ходе войны. Там в главном мемориальном зале пройдет это мероприятие. По сути дела, оно открывает череду торжественных заседаний, посвященных 100-летнему юбилею. За то свою большую работу по этой теме я исследовал, как развивались два системных кризиса капитализма в прошлом веке. Оба они закончились двумя мировыми войнами. Из Первой мировой войны вытащил нашу страну в Великий Октябрь, который позволил добровольно на съезде собрать в единые союзные государства. Азербайджан в формировании нового государства из-за Кавказа принимали очень важную конструктивную роль. Из Второй мировой войны вытащила наша Великая Победа в мае 1945-го. Но хочу всем напомнить, что на 80% моторы Красной Армии, моторы самолетов, танковых машин заправлялись из бакинской нефти. Баку и Азербайджан тогда сыграл стратегическую роль в нашей победе. Не случайно фашисты рвались на Кавказ для того, чтобы захватить бакинские прииски. Не случайно основной удар был направлен на Сталинград для того, чтобы перерезать Волгу, тем самым не дать возможность поступлению в бакинской нефти и тем самым поставить нашу армию в трагическое положение. Должен подчеркнуть, что и Азербайджан сыграл выдающуюся роль, участвуя в излечении наших солдат и офицеров. Мой отец, учитель Орловской школы, начинал войду с молдавской границы, потом дарался за Одессу. Под Севастополем был смертельно ранен, но после пяти операций выжил. Он лечился в бакинских госпиталях. И сегодня, если вы туда приедете, вы увидите на больницах надписи о том, кто здесь лечился. Девять из десяти становились трое. Это была блестящая интернациональная работа, работа врачей и граждан, которые указывали за нашими солдатами и офицерами. Сегодня американцы нам объявили новую войну. Если мы не поймем до конца ее сущных, я боюсь, нас ждут еще больше и потрясение. Чуть более месяца назад принят закон. В этом законе 184 страницы. Две трети посвящены описанию, какие формы войны будут использовать против нашей страны. Уже дан срок 180 дней всем спецслужбам. Обыскать карманы всех чиновников и банкиров. А из нашей страны за последнее время в офшоры вывезен 61 триллион рублей. Пять российских бюджетов. Как раз эта операция должна завершиться в преддверии президентских выборов. Поэтому надо понимать, что многое направлено на дестабилизацию ситуации. Поэтому укрепление стратегического партнерства с нашими историческими друзьями и союзниками приобретает особое смысл. Здесь и Азербайджан, и Баку на Кавказе играют исключительно важную роль. Я считаю, что та миссия, которую Александр Андреевич выполнил, мы до этого дважды посещали большой делегацией, участвовали в Баку в первых европейских спортивных играх. Я был личным гостем президента. Ейдар Алиева я знал близко. В свое время вместе готовили доклады. Он блестяще выступал в Кремлевском дворце здесь рядом с докладом по юбилейным датам. И дружили до последних дней. Когда с Эльхамом Алиевым мы были депутатами Европейского парламента и сидели недалеко друг от друга. Игорь Алиевич Алиев, приезжая, подозвал сына и сказал, что это наши друзья, и мы должны все сделать для того, чтобы укрепить связи. С тех пор по линии депутатской, по линии личной эти связи укреплялись, и мы максимально способствовали восстановлению мира и справедливости на Кавказе. Но сегодня, когда драматически развивается ситуация на Украине, хочу напомнить, что личный подвиг, личное мужество и личное предвидение Ейдара Алиева тогда сыграло исключительную роль. Когда вдруг чуть не заполыхал Азербайджан, все ведущие интеллигенты, талантливые люди, авторитетные старейшины обратились к нему с просьбой. И он во злую республику принял целый ряд мер, которому следовало поучиться многим, в том числе и соседям. Он прежде всего все сделал для того, чтобы примирить и не дать разгуляться военному конфликту. Лично участвовал, выезжал в горячие точки и обуздал ту стихию, которая разгоралась на глазах. Когда побежало русское население, он лично приехал в русскую общину, встретился с нашими священниками и сказал, я буду гарантом вашей безопасности. Лично буду гарантом и прошу все сделать для того, чтобы русская община сохранилась в Азербайджане и была уверена, что ее права будут гарантированы. Я посещал школы, в том числе и знаменитая Пушкинская школа, где училась супруга Ильхама Алиева. И она сама приложила огромную силе и роль, чтобы русский язык стал языком междунационального общения. В 380 школах Азербайджана русский язык преподается на хорошем и высоком уровне. И мы это ощущаем, что принципиально важно для развития отношений и нашего сотрудничества. Нам с вами очень важно сейчас продумать действительно по линии, как Александр Георгий сказал, по линии народной дипломатии, укреплений, связи и помощи решению целого ряда конфликтных ситуаций, которые были тогда на Кавказе. Мне думается, и наша конференция послужит этой исключительно благородной миссией. Я хочу поддержать мнение Александра Андреевича. Мне посчастливилось побывать почти в 8 странах мира. И одну из первых своих работ я писал о развитии крупных городов. Изучал, как развивался Большой Париж, Большой Лондон. Как Ликорбюзье проектировал Чингихар, столицу двух штатов предгоря Гималая в Индии. Как Ликорбюзье, не имея, закладывал основы будущей столицы Бразилии, построенной в чистом поле, в центре этого огромного латиноамериканского государства. И глядя, как развивается современный Азербайджан и его столица, я был в восторге от того, что все лучшее, что придумало человечество за последние годы, было привлечено для организации жизнеустройства столицы республик. Там сегодня лучшая набережная в мире, почти 15 километров, где зона отдыха, приморская среда и зеленые насаждения, цветущие аллеи, сочетаются в такой гармонии, что это вызывает восторг. А ведь еще недавно ничего похожего не было. Город абсолютно чистый и ухоженный, независимо от того, проводится это европейское соревнование или текущие буднички. Надо у них и поучиться тому, что отец и сын Алиевы заставили объединить все нефтепризки и создали государственную компанию, которая огромные ресурсы направляет на социальную поддержку и бездоленных, и многодетных семей, и нищих. Короче говоря, служит тому, что укрепляет единство и сплоченность в этой республике. На мой взгляд, сегодня этот опыт, эти знания и эта практика может послужить взаимной поддержкой. Тем более, нам нужна сегодня поддержка втройне, потому что оранжевые проказы и усилия американцев дестабилизировать ситуацию приобрели новое качество. Последние 2-3 дня в нашей стране раздалось десятки звонков о том, что ваши отели, гостиницы, ваши торговые центры заминированы. Такой сигнал можно сегодня пустить из любой точки земли, но сам факт попытка дестабилизировать обстановку, посеять панику, разложить общество, загнать насилие и страх в души каждого человека абсолютно преступным, тем более в таких мегаполисах, как Москва, где почти 15 миллионов человек. Мне представляется нам народно-патриотическим силам, надо быть очень бдительным и внимательным к ситуации, которая развивается на Украине. Мне казалось, что свадьба в Малиновке, прекрасно исполненная знаменитым Пуховкиным, отошла в прошлое, но глядя, как Саакашвили устраивает очередную свадьбу на Западной Украине, я поражаюсь беспомощности с одной стороны киевской власти, с другой стороны наглости и воинственности их на Востоке. Так вот, я вчера поздно ночью услышал комментарии американского Госдепа, что они крайне довольны, что создаются в буферной якобы Донецкой области специальные воинские подразделения сил ООН, которые будут разъединять. Вот, что они обязаны взять границу России и Донбасса под свой контроль, что они должны все сделать для того, чтобы нацистско-бандеровская власть, захватившая насилием управление в Киеве, господствовала и на Донбассе, который стал против, прежде всего, того, что их хотели лишить права говорить на родном языке, работать на родном заводе или шахте, или жить в родном доме. Мы должны быть предельно бдительны, потому что киевская власть заявляла и заявляет, что она никогда не сядет на переговоры с лидерами Донецкой и Луганской республики, они ничего не будут делать для нормализации отношений, они под видом войск ООН собираются там наводить порядок. Хочу вам сказать, что войска ООН – это будут войска НАТО, кто забыл ситуацию на Корейском полуострове. Было время, когда Трумэн просил Сталина, чтобы мы освободили Северную Корею и становились на 38-й параллели. Мы выполнили эту бродину. Но потом, по видам войск ООН, которые протащили через Совбез американцев, они развязали там такую бойню и ковровыми бомбардировками и уничтожили все города Северной Кореи. Тогда вообще мы вынуждены были принимать дополнительные меры. Но попытка втянуть натовские войска на Донбасс, это означает, с одной стороны, под боком у нас родить натовские военные подразделения от ракеты, допустим, от Харькова до Центра управления в Москве, будет лететь 3-4 минуты. Вы штаны не успеете одеть, как вам обесточат все системы управления. А сегодня кибервойна приобретает особую опасность. Это в тройне усиливает такие возможности. Поэтому нам надо быть предельно бдительны и максимально оказывать помощь нашим братьям Донецкой и Луганской республики. Мы только по линии КПРФ отправили туда 65 конвоев, 8 тысяч грузов, лекарств, учебников. Там совершенно иная учебная система. Там сохранен русский мир, который выдавливается на Украине. Мир, который, собственно говоря, парализован нынешней властью. На Украине принят закон, по которому перестают преподавать не только математику, физику, химию, биологию в школе, но и русский язык. Нам надо учиться у Азербайджана, который сумел решить эту задачу, решить прекрасно, заинтересованно, к обоюдному успеху и гармонии. Еще раз хочу поблагодарить и Дугина, и Проханова, и всех вас за то, что мы в это суровое время ищем ответы на самые главные вопросы. Я считаю, широкий союз государственно-патриотических сил в нынешнее время может сыграть исключительную роль для стабилизации обстановки и помочь уберечь страну от нового нашествия, которое грозит нам. Попытка выдавить наш сырьевой сектор, разрушить южный поток и северный, означает, у нас в самое лучшее время с Европой был товарооборот 450 миллиардов долларов. За первые полугодия сырье в бюджете, первый передел составляет 77%, машиностроение всего 6%. Если нам еще устроят преграду на азиатском рынке, наш бюджет разваливается полностью. Он сегодня нищий 13,5 триллионов, а развитие начинается как минимум с 22. Мы подготовили целый пакет законов решений на этот счет и уверяю вас, что совместная работа на этом направлении с нашими друзьями в Азербайджане будет только нас укреплять. Желаю вам всем успехов. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»